Бывший глава УФМС выслушал приговор. В суде Центрального района огласили решение в отношении Сергея Рязанова. По версии следствия, он помогал иностранным гражданам с оформлением документов для пребывания в России, а за это якобы систематически получал взятки. Зал судебного заседания почти пуст. Кроме экс-начальника УФМС Рязанова на скамье подсудимых еще один человек. Представитель коммерческой компании Сергей Чувашов. Следствие полагает, что он тоже причастен к преступлению. Он пришел на оглашение приговора с большой сумкой. Видимо, приготовил вещи, если вдруг его арестуют прямо в зале суда. Это кадры спецоперации. Главные герои этого оперативного фильма – оба подсудимых. Следователь с нами. Вот, пожалуйста, понятые. Бизнесмены и служители закона задерживают в кафе в момент передачи взятки. Сергей Рязанов даже пришел на встречу с предпринимателем в форме и при обыске достал из сумки пачку денег и документов. Наставайте все, что у вас есть на столе. По версии следствия, начальник УФМС постоянно получал вознаграждение от коммерсантов. Всего сыщики насчитали 9 эпизодов. Взамен обеспечивал техплощадями в многофункциональном центре Челябинска, где оказывали платные услуги по приему документов и оформлению загранпаспортов, выдачей разрешения на пребывание в Российской Федерации иностранцев и предлагал другую коммерческую помощь по линии миграционной службы. Сумма взяток, по данным сыщиков, составляла примерно 436 тысяч рублей. Рязанова также обвиняют в получении денег за помощь иностранцам в быстром оформлении документов для закона о пребывании на территории страны. Обыдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства, разрешения на время проживания в Российской Федерации или вида на жительство, а также об аннулировании указанных решений или вида на жительство. Гособвинители говорили, что вознаграждения были разными – от 30 до 150 тысяч рублей и потребовали для экс-служителя закона 10 лет колонии и оштрафовать его на 60 миллионов рублей. Но в какой-то момент судебное заседание пришлось прервать. Подсудимому стало плохо и его госпитализировали, после чего продолжили вынесение решения уже без главного обвиняемого. В итоге экс-начальника УФМС приговорили за взятки к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей. А второму подсудимому, коммерсанту, дали 4 года условно и оштрафовали на 11 миллионов 400 тысяч рублей.